В Брещанке Анны две маленьких дочурки, и сейчас она в декретном отпуске. Хорошая мать, любящая жена, примерная хозяйка и творческая личность. В своем графике домашних забот она всегда умеет выкройать время и для любимого занятия. Я, в принципе, с детства занималась всегда рукоделием. Я делала и из кофе поделки, и топиарии, и занималась бисероплетением, и инкрустация соломкой. Я всю жизнь была творческим человеком. Сейчас я нашла себя в мыле, мыльных розах. Мне это нравится, я отдыхаю, занимаюсь этим. Это мое отвлечение от декретного отпуска, от ежедневной вот этой суеты. Яркие и красивые розы не завянут. Такой подарок не потеряет актуальность и украсит любой интерьер. Кроме того, может использоваться и по назначению, поскольку это мыльная продукция. Эстетично и романтично. Мыло ручной работы – универсальный подарок к любому празднику. Ароматы форма на любой вкус. От смартфона до бутербродов с красной и черной икрой. А еще такое занятие приносит доход. Я занимаюсь мыльной продукцией только полгода. В декабре 2020 года я оформила ремесленничество на изготовление мыльной продукции. Заплатила две базовых и занимаюсь спокойно. Продаю и знаю, что никто меня не побеспокоит. Со спокойной душой, со спокойной совестью я занимаюсь мыльной продукцией. Превратить любимое хобби в источник дохода – это мечта, которая может стать реальностью. А для этого требуется не так уж и много. Большое желание, немного свободного времени и соблюдение кое-каких формальностей. Чтобы стать ремесленником, не нарушая законодательство, нужно выполнить определенные действия. Во-первых, выбрать один или несколько видов ремесленной деятельности, перечисленных в указе номер 364. Стать на учет в налоговом органе до начала осуществления ремесленной деятельности, а также при прекращении ремесленной деятельности, представить в налоговый орган письменное уведомление по установленной форме. Уплатить ремесленный сбор. Размер такого сбора в 2021 году составляет две базовые величины. Приобрести книжку учета проверок. По состоянию на 1 июня 2021 года на учете в инспекции по налогам и сборам по Брестской области состоит более 6 тысяч физических лиц, плательщиков ремесленного сбора. Брестские ремесленники торгуют на ярмарках, принимают участие в конкурсах и фестивалях, реализуют себя в творчестве и заводят новые интересные знакомства. Все они тоже с чего-то начинали, а мастерство пришло со временем. Не стойте на месте, пробуйте, экспериментируйте, и у вас все обязательно получится. Продолжение следует...